приветствую всех на моем канале меня зовут кира и снова я выпала из ютубного сообщества скажем так на целый месяц последнее что я вам снимала это были готовые работы и продвижение месяца июня сейчас у меня сегодня 2 августа и я вам показываю готовую и продвижение работы июля дело в том что я вообще можно сказать почти выпала из жизни на целый месяц по некоторым причинам но тем не менее в это время я активно вышивала и расскажу вам что у меня с этим получилось и также расскажу что с моим планом который я составляла на три месяца и как он продвигается и сейчас перед вашими глазами моя единственная готовая работа за июнь июль начала я ее в июле и я ее вышла числа наверное 8 июля и с тех пор как вы можете видеть я ее так и не погладила мятая немножко канва дело в том что я когда собираюсь гладить вещи я постоянно забываю про эту работу а когда я и она мне попадается на глаза мне не охота скажем так ставить утюг доску только для этой работы и вот как то так получается что почти целый месяц она у меня уже лежит вот в таком состоянии то есть она постирана но никак я ее не поглажу надо ее погладить и убрать уже в общий рулончик немножко подробнее об этой работе это персонажей сериала благие знамения гутоманс есть книжка с таким же названием мне очень нравится и книга сериал сериал вышел кстати в этом году кто не смотрел очень советую к просмотру потому что он в принципе такой легкий достаточно комедийный но в то же время серьезный сериал где одну из главных ролей играет любимый мой актер дэвид тенант поэтому всем очень советую это персонажи из этого сериала демон кроули и ангел эзерфаэль исходная иллюстрация автор исходной иллюстрации это холлинг визард схему я делала сама схема не распространяется нигде ее нельзя будет купить приобрести то есть я ее сделала для себя я ее вышила и можно сказать удалила то есть схему даже не просить так они выглядят поближе так как я эту работу так и не погладила не было видео про готовую работу ну знаете я считаю что для первого раза для первого опыта создания схем получилось очень очень даже неплохо мне нравится как у меня получилось мне нравится очень этот пиджак плащ азерафаэля единственное что мне не нравится это у кровли вот эта вот часть в оригинальной иллюстрации здесь была у него в руках еще святая вода но было нарисовано скажем так не и не очень хорошо поэтому я ее просто удалила вот это огненный меч в руках вот курточка его вот этот плащик мне прям очень очень нравится как вышло мне нравятся эти цвета переходик так что я в целом очень довольна тем что у меня получилось и надеюсь что эта картина займет достойное место потом где-нибудь на стене знаете я хочу потом создать себе стену отдельную где будут персонажи всяких сказок фильмов книг и так далее чтобы у вот все это было в одном месте это что касается готовы работаем месяца июля также в месяц июля я продвигала своих китов как можете видеть у меня готовы сейчас треть вышивки здесь я сразу делала весь пакстич вот этот кусочек это я вышивала уже вчера первого числа а вот все остальное было готово еще в июле месяце где-то за неделю наверное до конца июля я вышла вот эту часть отложила эту работу ненадолго чтобы вышить еще две другие которые у меня также входят план и их я тоже кстати за эту неделю очень очень неплохо продвинула вот а пока показываю вам китов напомню эта схема древесные киты от свободного дизайнера надежды казариной эти киты мне нравится уже много-много лет с момента выхода вообще эта схема она вышла то ли в пятнадцатом то ли в шестнадцатом году и вот с тех пор эта картина не дает мне покоя вот наконец-то руки у меня до нее дошли здесь вы сейчас видите эти следы от пяльцев вышиваю на нурге но сейчас для вас я их сняла чтобы показать вам как это все выглядит без пялец вот вот так я загражу вот это все было бы что за июль месяц нет только самом уголке в начале это раньше было начато так вот но все остальное это все за июль в принципе вышивается легко я прошла вот этот сложный участок у меня здесь сейчас еще пойдет дерево еще небольшой кусочек и вот после этого дерева мне кажется будет уже прям совсем легко потому что после того как я вышила это дерево небо кит даже вот это вот казалось бы скучная серо зеленая часть они шли просто очень очень быстро я вот эту вот часть второй лист вышила буквально за 4 дня знаете очень я скажу неплохая такая скорость у меня была вышиваю я на 16 конве от гаммы и вот так на данный момент они у меня выглядят следующий процесс который я продвигала ей продвинула и кстати его очень очень неплохо на мой взгляд это вы не поверите мишка предание медведя от пана очень долго у меня он находился в состоянии вышитого столба вот до сюда и края части луны где-то вот так и вот это вот все остальную часть я вышла буквально за пару дней здесь чем удобно здесь очень много полукреста крест идет только в столбе в перышки и вот здесь внизу по орнаменту все остальное идет полукрест но какая у меня здесь сложность вообще с этой вышивкой во первых это темная канва черная несмотря на то что я говорила в предыдущем видео что темно-синий в принципе вышивается легко то на черный мне вышивать гораздо тяжелее это во-первых во-вторых черного синяя канва на которой я вышивала благие знамения она не хлопковая она с добавлением синтетики поэтому она немножко так знаете по блеске вот это же черная канва она настолько матовая что у меня глаза просто разбегаются то есть у меня я не вижу дырки абсолютно на ней ну я надеюсь понятно более-менее объясняю в чем сложность плюс здесь в этой работе полукресты есть в одну в две в три сложения причем есть бленды как в сочетании двух цветов так и в сочетании трех цветов ниток здесь есть бленд получается полукрест в три сложения из трех разных цветов ниток то есть в общей сложности там где-то около тридцати трех значков но если вот здесь у меня в общей сложности 60 чем-то цветов бен не считаю бленды то здесь знаете как здесь вот я допустим вижу вот этот фиолетовый да тут уже оранжевый а здесь они постоянно серо-синие то есть взгляду очень тяжело зацепиться за что-то из-за этого постоянно приходится высчитывать вычеркивать нас и на схеме где вышла чтобы не запутаться плюс это все черная канва в общем у меня с этой вышивкой очень очень большие проблемы я могу вам сказать но тем не менее я ее продвинула продвинула очень неплохо напомню то что в планах на три месяца июль август сентябрь у меня в планах вышит половина этой работы половина будет вот здесь есть вы понимаете да что за два дня можно сказать я вышла считаю что две трети запланированного мне в принципе тут два-три дня посидеть и я ее до половины точно завершу а если я буду хотя бы по два-три дня уделять в неделю то я ее закончил буквально за пару недель за пару-тройку недель поэтому в принципе я уверена что я выполню этот план если глаза не сломаю окончательно кстати также в планах у меня было вышить вот эту работу полностью за три месяца и смотрите июль у меня закончился приди еще два месяца а у меня вышита ровно треть при том что я в июле месяца не вышивала от слова совсем где-то полторы недели то есть вот полторы недели я не притрагивалась к вышивке ни разу не были небольшие сложности сейчас они вроде как ушли будем надеяться что не вернуться и вот за оставшиеся две недели до конца месяца я вышила ну вот у меня было вышито где-то вот так все остальное вот это за две недели было вышито так что в принципе если я очень очень постараюсь то я и за месяц эту работу смогу закончить ну и последняя работа которую я вышивала работа которая у меня набирает больше всего вопросов комментариев лайков на youtube это моя гобеленовая лошадка от dimensions и вот так она выглядит на данный момент как вы можете видеть в предыдущий раз когда я вам показывала у меня по моему был вышит полностью черный фон и вот здесь ушки наверху ну как то может вот так и вот эту вот часть я вышила за июль месяц у меня также эта работа входит в планы на эти три месяца и у меня в планах вышить половину готовую половину от готовой работы то есть черный фон и лошадку примерно но вот посюда здесь она у меня еще знаете так это замотана немножко то есть хотя бы хотя бы но вот досюда ее полностью это видите я тут уже вниз немножко пошла чтобы нитку не обрывать а вот как цвет идет так и идет не стала я ровно до этой черты делать очень хочу вышить либо ну вот так эту половину либо сделать вообще как вышить этот мордочку а вот тело уже вот эти вот все темные участки и возможно вот эту часть светлых оставить на следующие разы также обещала я вам снять видео по способу которым я вышиваю гобелен как вы можете видеть я в принципе приловчилась это делать поближе вам покажу это часто то полностью она у меня зашито у меня вот здесь чуть не зашито вот здесь но принципе наверное вот при таком ракурсе прям видно высоту стежков объемность здесь на ушки еще можете видеть вот она пятнышко здесь еще не зашито тот синие это одним цветом пойдет обещала я вам снять видео все никак не доходит руки но я постараюсь исправиться с этим делом и все-таки вам его снять может быть хотя бы на следующей неделе если все будет нормально не загадывая но я попробую вам снять видео про гобелен но пока на этом все что я на вышивала в этом месяце я не знаю как для вас это большие продвижения или небольшие я считаю что я молодец несмотря на то что я полторы недели не вышивала вообще то есть это результат трех недель получается не за три недели у меня очень очень даже неплохие таким продвижения по целым трем работам вот надеюсь что вам было интересно я не пропала я снимаю видео но видите не так часто как хотелось поэтому я не пропала я и дальше буду снимать если вам понравились мои работы мои продвижения обязательно поставьте лайк если вы не подписаны на мой канал самое время подписаться потому что работы впереди у меня ждут тоже достаточно интересные на этом я с вами прощаюсь спасибо вам всем за внимание пока пока